Что лучше купить готовое жилье, либо построиться? Очень часто задают вопрос именно мои подписчики, мои клиенты. Добрый день, мои хорошие! Снова с вами ваш Николай Сумсиков, который для вас делает видеоотчет, видеообзор недвижимости, который находится именно на юге. Пока я еду с видеообзоров для моих клиентов, опять вот пока был на заправке, пил чай, кофе и опять наткнулся на вот этот комментарий, который люди задают вопрос. Ну и думаю, а почему бы не сейчас, не взять и не записать вот такой как бы видеоролик и сказать чисто свое мнение. На самом деле, друзья, очень много, ну будем говорить, моментов есть, касается вот, чтобы ответить на этот вопрос. Ну вот допустим, давайте представим у вас 4 миллиона. Давайте вот представим у вас 4 миллиона. Почему я цифру эту сказал? Потому что 4 миллиона это та сумма, которая, я сейчас не говорю про сам Краснодар, я сейчас не буду говорить про само побережье недалеко, как вот, например, Анапа, там Геленджик и так далее. Вот, я сейчас буду говорить про недвижимость, которая продается в таких городах, ну например, как Абширонск, Абинск, Северская станица, там Белореченск, Тихорецк, Урганск и так далее. Потому что за эту сумму можно купить как бы и новый дом, вот, и как вторичку. И тут получается, вот, например, давайте представим у вас 4 миллиона и вы решили себе, допустим, построить дом. И тут есть момент. Вот если лично, вот мое мнение, вот лично, чтобы я сделал, да, вот лично я сделал, если в моем случае, да, то, конечно бы, я лично построил дом. Ну, у меня, допустим, есть возможно, чтобы построить дома. Допустим, я живу, у меня есть несколько недвижимости, я могу жить и параллельно строиться. И я почему выбираю строительство, я про себя сейчас говорю, потому что я хочу построить то, что я хочу. Вот то, что я хочу по планировке. И опять же, еще момент такой, там, где я хочу. Тоже вы должны понимать. Знаете, часто бывает такое, что когда человек выбирает дом, он пытается найти готовый дом. И тут всегда такая дилемма, что, например, нравится дом, но не нравится место. Нравится место, но не нравится дом. Это часто происходит. Это всегда. И как бы клиенту, покупателю приходится как бы с чем-то и с кем-то смириться. Вот, это я сейчас про себя сказал. Ну, насчет вас, друзья, конечно, тут надо определяться, когда вам надо будет заехать. И тут, знаете, опять же, что такое слово строиться? Вы должны понимать, что, во-первых, чтобы построить дом, сами вы точно строить не будете. Какую компанию выбрать строительную? Тоже дилемма, да. Допустим, у меня тоже часто спрашивают, Николай, а какую компанию выбрать строительную? Посоветуйте. Кстати, вот, благодаря вот этим советам, вернее, вопросам, которые вы мне задаете по поводу строительных компаний, мы в этом году сейчас планируем распространять свои некие услуги по рекламе именно застройщикам, которые строят дома на юге. Ну, и параллельно, конечно, изучать вообще этих застройщиков. Потому что, видите, чтобы изучить этих застройщиков, надо время. Надо время, поверьте мне. Это время, я скажу так, это минимум год, как бы больше. Ну, изучение строительной компании, в принципе, ну, как бы можно изучить, например, историю, сколько они лет работают. Я сам строю дома на продажу. Я сам строил дома, ну, именно заказчикам, клиентам. Кстати, наша компания за все время построили более 150 домов. Да, друзья, мы очень много домов клиентов построили. И мы знаем, что там творится. Мы знаем все моменты. И нам будут застройщиками, ну, будем говорить, нам будет легко застройщиков изучать. Очень легко, потому что в этой каше я конкретно, как говорится, варился, находился. Вот, если сейчас зададите вопрос, почему я перестал строить под заказ, объясню вам почему. Потому что, я скажу, вот у меня был день рождения компании, нам 15 лет, вот исполнилось в декамбре. И мы собрали, ну, бригадиров, которые с нами много лет работали. Вот, мы как бы сейчас, как бы, ну, не со всеми работаем, но мы даже собрали тех людей, которые с кем не работали. И они мне задали вопрос, они меня вообще называют Саныч, ну, строители все меня называют Саныч. И они говорят, Саныч, но скажи честно, почему ты перестал строить дома на заказ? А я говорю, я говорю, честно? Они говорят, да, из-за вас. А он говорит, в смысле? Я говорю, вы меня просто подводили. Да, если сейчас скажу, что в стройке у меня было все идеально, это будет ложь. Были моменты, что приходилось окна менять, подводили поставщики окон. Касается кровли тоже были моменты. Были моменты, когда я принимал объект, приезжал и заставлял полностью кровлю перекрыть, потому что строители неправильно сделали монтаж кровли. Нюансов было очень много. И я им сказал правду, что из-за вас. Я говорю, если бы вы относились к работе серьезно бы, я бы сейчас спокойно находил клиентов на строительство. И мы бы строили очень много домов. Ну вот из-за этого я сейчас покупаю участки. Это участки, на участках строю дома и продаю. Мы обязательно к этой теме тоже вернемся. Я имею в виду, что сейчас я продаю. У меня, кстати, в городе Белореченске есть три прекрасных, замечательных участка, которые находятся в самом центре города Белореченска, где мы будем строить дома на продажу и продавать. Но сейчас не надо задавать вопросы, а когда они будут построены, а сколько ты будешь выставлять, а сколько земли там. Нет, друзья, пока нет. Пока я сейчас не определился точно. Вот у меня старшей дочери мы уже приобрели недвижимость. Ей уже скоро 18 лет. У меня еще младшая дочь растет. А как раз вот эти все участки, они как раз вот в той геолокации, где я живу. Плюс у меня и теща уже немолодая, и также мама в возрасте. И скорее всего не исключено, что даже вот сейчас мы эти домики построим, и все мы близкие будем жить рядом. Ну ладно, поехали дальше. Чуть-чуть от темы отошелся, но это нормально. Теперь касается у вас 4 миллиона. Да, можно дома купить новые за эту сумму, но имейте в виду, это будет просто коробка. Опять же, смотря какая площадь. Ну давайте 100 квадратных метров, несмотря где. Вы можете купить коробку. Дома где-то будут, ну например, если брать город Белореченск, есть дома, которые стоят 3 700, 3 800, около 4 миллионов, но площадь у них составляет там 60-70 квадратных метров. Даже вот у меня есть дом, который стоит под ключ полностью. Это две спальни, кухня, гостиная, туалет, ванна, все комнаты изолированы. Цена 3 миллиона 600. Дом, заходи, живи. Забор, двор бетонирован, обои, ламинат, лампочки, выключатели, кухонный гарнитур, шкаф-купе, унитаз, душевая, там все есть. 3 600. Вот. Но это дом уже не 100 квадратных метров, а уже 60 квадратных метров. Вот. Но имейте в виду, понимаете, вот я всегда моим покупателям говорю, знаете, когда у вас есть сумма, и у вас дилемма между купить и построить, да, то сначала, во-первых, вы поедете, посмотрите вообще, что рынок предлагает. Вы можете посмотреть вторичку, вы можете посмотреть, какие новые дома именно застройщики построили. Слава богу, слава богу, вот, например, если брать, вернуть, 10 лет тому назад, застройщики строили просто хаотично, тяп-ляп, вот реальности. Им было насрать на мнение клиентам, им было насрать, что вообще в будущем будет. Просто реально насрать. Мы эти объекты продавали, когда вот у нас есть застройщики, но, слава богу, они уже хорошие застройщики. Вот мы, вот клиенту, когда предлагали дом, мы говорили, смотрите, утеплитель надо сделать на кровле, двери надо будет поменять, потому что буквально год-два они с бумаги, нюансов было много. Мы как бы клиентов предупреждали, чтобы они знали последствия. Вот. Ну, сейчас, слава богу, нормально. Уже застройщики стараются следить за своей репутацией. Нюансы выскакивают, но они, вот честно, вот сейчас идут такие незначительные. Опять я сейчас говорю, сейчас про застройщик, который я лично знаю, где наша компания сотрудничает и так далее. Про других, край-то он у нас немаленький, естественно, про других я ничего не могу сказать, потому что я их еще не знаю. Я вот недавно, ну, как недавно, столкнулся с компанией строительной в Гастагаевской. Мои клиенты наняли меня, чтобы я поехал, поизучал эту компанию, посмотрел дома. В принципе, компания неплохая. В будущем, не поверите, меня сам директор просит, чтобы я приехал. Есть еще объекты недвижимости. Ему очень понравилось, как я работаю. Ему очень понравился наш подход работы с клиентами. Даже у них была встреча с блогерами. Он просто, Николай, приедь, ты нужен, ты нужен там. Но у меня не получилось. И честно, ну, вот очень много работы. И вы не поверите. Вы даже видите по роликам, как я работаю, что я делаю, и мои истории, тикток и так далее. Кстати, кто в тикток не подписался, инстаграм, подписывайтесь. Достаточно Николая Сомсиком набрать, и вас в поисковой запросе я там высвечиваю. Вот. Сначала поедьте, посмотрите, что рынок предлагает. Посмотрели, поизучили. Если у вас дом какой-то нравится, все, естественно, берите. Если, например, вы видите, ну, в реальности, вот вас все не устраивает, у вас есть возможность взять и построить дом, там, я не знаю, где-то жить и так далее, то, конечно, можно и построиться. Но, имейте в виду, что, когда вы будете строить дома, ну, некоторые застройщики говорят, да не переживай, газ подключится быстро, свет подключится быстро, водопровод подключится быстро, там, что у нас еще, какие, там, центральная канализация, возможно. Но, имейте в виду, что не всегда бывает так хорошо. Везде, конечно, по-разному, ну, например, у нас, вот, года 3-4 тому назад, газ можно было подключить, вот, честно, реально, за два месяца. Сейчас, в лучшем случае, в лучшем случае, это полгода. Вот, и вы должны еще понимать такую вещь, сейчас строительные компании, как они делают, они заключают договора на строительство, и некоторые строительные компании, такие говорят, смотрите, мы в эту сумму не будем вносить подключение, когда мы введем в эксплуатацию, потом вы, ну, вы скажете, мы вам подключим газ, и вы тут же задали вопрос, а сколько это обойдется? И они такие говорят, 100, 150 тысяч, вот, все. Имейте в виду, что не всегда так бывает, почему? Потому что, ну, например, когда в договоре это не указано, естественно, человек может отмазаться легко, это раз застройщик, я сейчас говорю, и, конечно же, вы должны понимать, сегодня 100, 150 тысяч, а вы когда потом будете уже подключать, это может вылиться, в 300, 400, и были случаи даже полмиллиона, потому что, если идет линия газопровода по вашему участку, это не означает, что вас, вас подключат туда, имейте в виду, отнеситесь серьезно к этому, потому что, я в реальности попал в такую же ситуацию, сейчас объясню, я думаю, будет это интересно, я живу в городе Белореченске, я занимаюсь сдачей, ну, арендой на долгий срок, это мой некий пассивный доход, и получается, что мы взяли, построили с супругой, такой коттедж на 4 хозяина, будем говорить, 4 однокомнатные квартиры, мы их разделили, отдельный двор, отдельный вход, отдельные счетчики, отопление, горячее, холодное, все, и у меня по участку проходит газопровод, и мы, ну, я думал, ну, ладно, вот как обычно там, ну, ладно, сейчас построю дом, веду в эксплуатацию, пойду в Гургаз подключиться, ага, не так-то было, вот у меня уже этот дом 8 лет, я уже и бился, и через кого только не пытался, и подключал знакомых, готов был заплатить кучу денег, даже вот я без преувеличения, даже был готов заплатить полмиллиона, ни в какую, вот не подключает, не хватает масс, ну, мощности, вот, потому что там новый район застраивается, как была старая линия, так и она осталась, если не ошибаюсь, там надо ставить ГРП, или как, я в этом, честно, сильно не разбираюсь, но, мне пришлось провести три фазы, переделать проводку, поставить электрический мощный котел, и только таким выходом, ну, способом я сейчас справляю, чтобы, ну, квартиранты жили, не, ну, у меня все равно выгодно, понятно, что куча денег уходит на отопление, на электроэнергию, ну, в общем, выгода все равно, она есть, я знаю, что рано или поздно, газ я подключу, почему, потому что там вокруг дома, прям по полной программе строятся, естественно, они линию какую-то новую проведут, это просто вопрос времени, но, почему я это все говорю, потому что, друзья, я делюсь опытом, я через это прошел, вот, вот я говорю, как есть, я через это прошел, есть, были случаи, когда люди к нам обращались, вот, например, ну, говорят там, Николай, у нас 3 миллиона, и мы хотим новый дом, или построить, вот, даже были случаи, недавно там говорят, вот, мы хотим купить участок, у нас только миллион, хотим 500, вот, кстати, вот, простите меня, что вот так я с тем, вот, смотрите, вот, давайте представим, когда у вас вот 3 или 4 миллиона, то, да, вы что-то можете там купить участок, сделать коробку, практически, да, вы можете, если грамотно к этому подойдете, вы можете построить реально себе дом практически под ключ, но я сейчас не говорю про сам Краснодар и побережье, тут момент такой, но, это вот, когда у вас такая сумма есть, вы можете вот именно об этом подумать, но, если сейчас у вас миллион, если вы сейчас говорите, ой, давайте я сейчас куплю участок, залью фундамент, и потом у меня будут деньги, и я буду строиться, друзья, вот тут, вот я бы реальности подумал, я сейчас объясню почему, потому что, знаете, сколько раз были случаи, когда люди вот так покупали, потому что мы строили тоже под заказ нашим клиентам, вот такие были истории, молодая пара, была свадьба, им подарили там, например, около миллиона, и я даже некоторым клиентам говорил, слушайте, ну, возьмите ипотеку, вот у вас есть миллион, возьмите еще ипотеку, купите там хотя бы квартиру двухкомнатную, трехкомнатную, вы будете жить, у вас свое жилье, потом в будущем вы собираете деньги, и будете себе строить дом, купите участок, нет, мы осилим, ну, и что, проходит время, вот, и, ну, меняются обстоятельства, что-то там случилось, неважно, там, по работе, и так далее, и были случаи, вот мой тезка тоже, Николай, мы ему тоже участок купили, залили фундамент, он женой жил, потом, что-то женой, короче, разосрались, по-другому не скажу, ну, и что получается, и теперь мы, он говорит, Коль, ну, помоги продать вот этот участок, с фундаментом, ну, и что, мы взяли участок, продали застройщик, вот, пожалуйста, у человека были одни планы, поменялись другие, и я просто к чему говорю, что когда у вас ограничена сумма, лучше вот купите, или возьмите ипотеку, добавьте, либо возьмите, купите вот за эту сумму, то, что вы можете себе позволить, пусть это будет однокомнатная квартира, пусть будет это, какая-то хата, или еще, ну, где можно жить, конечно, вот, тут отнеситесь, вот, вот с пониманием это, потому что вот через это, я, ну, моими глазами, вот нашими руками, нашими мозгами, наша компания это все видела, представьте, 15 лет, какой у нас колоссальный опыт, в плане вот таких вещей, потому что, видите, недвижимость, это такая штука, это не просто так взять, пошел, ты купил и все, нет, к покупке недвижимости, особенно кто приезжий, надо с пониманием, и честно, вот я даже, вот кто люди приезжают, Челябинска, Дальний Восток, Хабаровск и так далее, и они вот приезжают, вот, продали свою там недвижимость, приезжают на последние деньги, покупают участок, и пытаются, построиться, друзья, я бы так не рисковал, честно, ну, реально, я так бы не рисковал, я бы, вот на самом деле, бы купил бы, что-то готово, не надо, вот, вот так я реально не буду вам рекомендовать, потому что, ну, это просто колоссальный риск, вот просто, еще раз подчеркиваю, я много таких семей, видел, которые вот такой ситуации оказались, представляете, да, допустим, они приезжали, у них нету прописки, они там жили на квартире, там с хозяйкой договорились, она временно их прописала, и получается, и люди не тянут, ну, по деньгам, чтобы достроить этот дом, оно же как получается, вы же, вот, когда приезжаете, застройщик, ну, построил дом, да, о, если застройщик построил за 3 миллиона, то значит, я еще дешевле построю и быстро, тут есть нюанс, вы должны понимать, что, во-первых, застройщики, на них работают бригады, бригады, которые, ну, постоянно делают им колоссальную скидку на работу, и плюс еще материалы, это первый момент, второй момент, у застройщика, понимаете, он как делает, он берет, строит дом, он, он не ставит забор, да, практически, ну, там есть, конечно, застройщики ставят забор, но забор это не тот, который вы хотите, вы же, например, когда заливать будете фундамент, о, надо фундамент, арматуру 100 когда-то запихнуть, и на всякий случай, на 20-30% больше с запасом, потом стены, вы, там, кирпичи не тот, как застройщик, который там по 20 рублей, а вы решили там по 30 рублей, ставить, ну, вложить кирпич, вы решили, не металлопрофиль, а металлочерепица, вы, допустим, окна решили, не за 10 тысяч поставить, который застройщик, а за 15 тысяч, и из этого выстраивается стоимость намного больше, и, например, или унитаз, вы, у застройщика за 3,5 тысячи, а у вас за 10 тысяч, понимаете, я почему это все говорю, что застройщики, у них все просчитано до мелочей, потому что они, я знаю, что это такое, они знают, вот, например, у них везде типичные дома, он знает до болтика, до шурупа, сколько ему надо гвоздей, сколько ему надо шурупов, сколько ему надо арматуры на вот этот дом, вот, и даже если у него остается, он переходит на другой дом, а у вас то кирпич остался, то блок остался, то это, вам же это, да, понятно, что можно это продать, я отрицать не буду, но это будет чуть-чуть не то, друзья, не надо рисковать, никогда не рискуйте, перед тем, как вы решились построиться, миллиард раз подумайте, вот, но я обещаю, что в этом году, мы будем сейчас выходить на застройщиков, где будут и новые дома, готовые дома, ну и, конечно, будем рекламировать, и стараться рекомендовать, именно будем рекомендовать тех, которых мы понимаем, что они более-менее нормальные люди, не говорю 100%, друзья, что все хорошие, но не могу я, я говорю более-менее нормальные, то, что мы видим, знаете, как говорится, то, что можем на зуб взять и попробовать, кстати, если меня сейчас слушают зрители, которые через застройщика купили дом, или построили, и вы хотите поделиться информацией, плюсы, минусы, и так далее, пишите, у меня под этим роликом будет указан мой WhatsApp, напишите, пожалуйста, и если что, я могу к вам в гости приехать, друзья, снова с вами был Николай Сомсиков, ждем очередные обзоры, и, конечно, рекомендации, советы от меня, всем пока-пока, я вам ваше время, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok